Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. 19 февраля я только что рассказывала о том, что томаты после всходов сразу стараюсь на более холодное место выставить. Вот сюда вот показывала петельки на окно. И про перцы. Вот уже сегодня, извините, забыла, Лина Малинина, по-моему, спросила, а при какой температуре я выставляю перцы? Ну, не я выставляю, а при какой температуре можно выставлять перцы на балконе или куда-то. Про томаты я говорила, что им не страшно и 15, и 14, и 13. Там вот даже один человек написал, что и в холодильник помещают при 3-4 градусах, но у меня нет места в холодильнике. У нас вот сейчас зима, у нас сейчас буран, и, конечно, места холодного тоже мало. Некоторые пишут, а где взять место холодное, если меньше 20 градусов? Нет, там еще выше. С местами холодными, да, дома проблема. Но перцу, это холодное место я и не ищу. И у нас много причин, почему мы не... Не обязательно нам выставлять перцы, не то, что не обязательно, а даже нежелательно. Начнем с того, что перец, он более теплолюбивый, и он, если 15, 13, 14 градусов для томатов, это нормально, для перца это плохо, чуть ли не смерть. Как говорится, что русскому хорошо, то немцу смерть. Или какая это есть такая поговорка, я не помню. Но что-то смысл такой. Он не любит температуру ниже 15 градусов. Не только не любит. У него замедляются все процессы, он может долго стоять в одной паре. И если я про томаты говорила, что при пикировке, после пикировки томаты стоят в одной паре долго, и это все нормально, то когда перец на холоде стоит в одной паре долго, то это ненормально. Есть вот такие овощи, рассада, например, огурцы, перцы, которые вообще нежелательно ниже 15 градусов, условия содержания им создавать. Для них это плохо. У них начинает корневая система, переохлаждение, болеют. И если томатики себя чувствуют прекрасно на подоконнике, на этом перец, я никогда сюда не ставлю. Ну, во-первых, я понимаю, что он неженка, что он теплолюбивый у нас. Но еще он ведь не вытягивается. У нас нет нужды выставлять его вот на такое холодное окно. Томаты мы выставляем для чего? Чтобы они не тянулись как бешеные, чтобы потом не исправлять эти вот недостатки, рассады. Я вот сейчас специально принесла сюда перец, чтобы вам показать. Смотрите, вот эти вот томаты, я показывала, тут был сплошной вот так вот, такое стадо томатов. Это там, где вот крупные вот эти делишес, чудо земли его, Путин, ну, ботяне, все-все-все. Сейчас я их распекировала, весь этот лоток, а оставила выборочно, реденько-реденько. Но все равно видно, какого они размера. Видите, они какие немного подвытянутые. Ну и даже не немного, они нормально так подвытянутые. Те, которые я распекировала, они, конечно, я их по всеми доли заглубила, они более коренастые, а эти вот остались. И смотрите, какие перцы, которые посеяны на два дня раньше. У них совершенно нет никакого вытягивания. Видите, они коренастенькие. Ну сколько здесь? Ну, съемка, она обманчива, но тут сантиметра два, не больше, два с половиной высота. Они коренастые, они не вытягиваются, и поэтому их вот так вот муштровать холодом нет необходимости. У них и так сеянница развивается нормально, он не тянется. Сейчас еще во время пикировки я немного его заглублю, и все будет прекрасно. Так что две причины, по которой я, например, не выставляю перец на холодное окно, это потому, что он не любит температуру ниже 15 градусов, и потому, что он не склонен к вытягиванию. Рассада перца вообще очень редко вытягивается. Все, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok